На часах 13.05 в эфире «Особое мнение» в студии Дарьи Токузлиева. В гостях у меня сегодня член Общественной палаты Кировской области, генеральный директор и главный редактор телеканала «Рэн Киров» Юрий Шлемензон. Юрий Львович, добрый день. Добрый день. Нас можно слышать на частоте 101.0, онлайн-трансляции эфира, а также видеотрансляции. Студия идет на сайте echokirova.ru. Вы можете отправить смс на номер 8909 720 101 и задать вопрос через форму анонсов на сайте echokirova.ru. А мы начнем, наверное, с... С моей фразы сначала. Да, простите, забыла. Все сказанное в эфире является моим оценочным суждением. Вот. Теперь мне хотелось бы услышать ваше оценочное суждение по поводу наделения Общественной палаты Кировской области правом законодательной инициативы. Такое право у него может появиться уже после майского пленарного заседания, если депутаты утвердят. Вы уже задумались над темой, с какой инициативой, возможно, выйдете, если депутаты одобрят ее? Я думаю, что депутаты ее одобрят, так как практически все согласования по применению этого закона в Кировской области существуют. Были совместные встречи с депутатами Областного законодательного собрания и Совета Кировской областной общественной палаты. Так что я думаю, что этот вопрос будет решен. Какие вопросы бы хотелось вынести в первоочередное для проработки в законодательном уровне? Я думаю, мы недавно совсем общались с коллегами по палате в нашей комиссии. И были такие предложения в первоначальных законопроектах, которые касались поправок в 607 закон Кировской области об оказании бесплатной юридической помощи, который бы включал разные категории граждан, могли бы воспользоваться этим положением, 6 категорий граждан, вплоть до судебного сопровождения. Я думаю, что это очень важно для граждан, проживающих на территории Кировской области. Такие возможности при помощи палаты адвокатов Кировской области существуют. И если поправки в закон будут внесены, то это окажет существенную помощь гражданам, проживающих на территории Кировской области. И второй законопроект, который бы тоже хотелось внести поправки, вы знаете, я не помню его полное наименование, к сожалению, это о выделении древесины в размере 250 кубов для строительства. Это та самая древесина, за которую нужно куда-то самому ехать, самому все делать. Да, да, да. Вот, а есть предложение внести поправку. Для многодетных. Это не только для многодетных. Да, для категории годников. Для категории годников. О том, что ее можно реализовать. И уже после этого использовать деньги, полученные в результате, на строительство, на ремонт, различные формы. Вот такую поправку хотелось бы внести. А как думаете, то есть, если, ну, будем уже говорить о том, когда примут, если все угодно, что стороны достигли соглашения. Абкота борется за это право, то есть депутаты настолько активно будут принимать участие в этой законотворческой деятельности. Они уйдут ли в сторону от общественной... Не депутаты, а, вы имеете в виду, члены общественной палаты. Члены общественной палаты, да. Я понимаю, что вала законопроектов не будет, но какие-то существенные поправки к существующим законопроектам. Мы ведь уже не первый год рассматриваем вносимые законопроекты, как эксперты, да, и даем заключение. В этом случае работает уже с документами. Да, мы уже давно работаем с этим, и не только в этом со взрыве, и в предыдущем уже работали. Ну, во-первых, есть законопроекты, которые в обязательном порядке проходят экспертизу в общественной палате. И не все наши рекомендации, поправки были учтены. Для того, чтобы первоначально будут рассматриваться и те вопросы, которые мы уже рассматривали, и будут вноситься. Я не думаю, что законопроектовая деятельность будет далеко не основная деятельность членов общественной палаты. И будут, если выноситься законопроекты, то по особо важным вопросам, касающимся населения Кировской области. А не в курсе, кто-то из ваших коллег в других регионах наделен этим правом? Я этим вопросом занимался, когда был сам депутатом. На тот период были регионы, я сейчас уже, конечно, не вспомню, но были регионы, которых предоставлял... Ну, или, по крайней мере, уже рассматривался вопрос о предоставлении права законодательной инициативы. В настоящее время я мониторинг не проводил, поэтому... Ну, в следующей программе я смогу ответить на ваш вопрос, если вы меня пригласите. Возникали там предположения по поводу того, что АПКО не сможет обеспечить юридическую составляющую, то есть... Нет, не правда. У нас достаточно квалифицированные люди есть, которые смогут это оформить. Есть аппараты в общественной палате, у нас есть достаточное количество экспертов и юристов, которые работают в общественной палате. То есть проблем не возникает? Я думаю, что я не вижу в этом. Вот в этом я точно не вижу проблем. Если мы правим даже те законопроекции, ну, мы носим предложения, которые уже внесены, поэтому люди обладают достаточной компетенцией, чтобы это делать. Тут вот буквально сегодня появилась новость о том, что россияне впервые за несколько лет, за 7 или за 8 стали больше половины зарплаты тратить на еду. Это очень нехороший присток. Да, вот у меня следующий вопрос как раз про еду. В Кировской области будут выпускать пармезан. На сайте областного правительства появился отчет о работе кировских предприятий в рамках импортозамещения. В частности, на городском молочном заводе, это Кирово-Чапец, вот в рамках этого импортозамещения введена в эксплуатацию линия по производству сыра сортов Мазда. Мы вот в том числе пармезаном собираемся заниматься. Мне вот интересно, на ваш взгляд, что лучше, вот пытаться повторить эти какие-то известные легендарные рецептуры и воспроизвести этот пармезан в Кировской области, или найти что-то свое, чтобы потом, когда все равно эти границы откроются, чтобы мы не оказались в ситуации вообще, что мы не сможем конкурировать с настоящим пармезаном. То, что мы не сможем конкурировать, это точно. Ну, во-первых, вся эта программа импортозамещения, она должна не извращаться. И уже сейчас многие федеральные службы, в том числе по фитосанитарному контролю, по инклинарии, достаточно большое внимание удивляет, потому что у нас пошли перегибы, которые позволяют снижать качество выпускаемой продукции или делать его несоответствующим определенным техническим условиям. Это один вопрос. Теперь ближе к известному мне пармезану, который я сам использую при приготовлении пищи. Ну, сыр пармезана – это продукт, который защищен, во-первых, по происхождению. Страны Евросоюза законодательно запрещают вообще применение слова «пармезан» и «пармезана-риджана» – это регион, где производятся. Ну, я думаю, он, конечно, там по-другому чуть-чуть будет называться, чтобы авторских прав... Вот не факт, что он будет по-другому называться. Вот как раз, если он будет по-другому называться, я всеми руками за. Но «пармезана» – это неправильно. Хотя он очень популярный сыр, и его использование этого имени, оно такое носит распространенное во всем мире дело. И он является одним из самых имитируемых сыров вообще в мире. И такие государства, как Китай, Украина, Белоруссия, Соединенные Штаты Америки, да. Даже есть такой прецедент, если не ошибаюсь, в 2007 году австралийский «пармезан» получил золотой медаль. Но не может быть «пармезана», потому что это сыр, который, во-первых, определен, что это определенного региона. Его производство делается тоже в определенный период. Вот с 1 апреля по 11 ноября только можно произвести этот сыр. Потом у него ставится специальный знак. Через год делается проверка. Если он соответствует тем условиям, которым задано, то его продают как «пармезана». А если он не соответствует, то его можно продавать, конечно, целого года. Ставьте другую этикетку. Да, но ставьте другую этикетку. Вот, чтобы вы знали, что для того килограмма такого сыра надо 16 литров молока. А головки так, как... Да. Ну вот, основная это разница между сырами, которые производят в Италии и у нас. В Италии сыры производят из непастерилизованного молока. Вообще все сыры. А в Российской Федерации закон запрещает из сырого молока производить сыры. У нас только пастеризованное молоко используется. То есть, это рецепт уже на самом начале уже все. Даже если вы взяли ту культуру, бактерию, которая производит для производства сыра, ну, настоящую, ее наверняка можно приобрести или вывезти, то все равно это будет другой сыр. Во-вторых, это очень выдержанный сыр. Минимальный срок изготовления этого сыра один год в выдержке, а так до 36 месяцев он. Поэтому знаком ГИОПИ на нем везде написано. Это как бы очень качественный сыр. И если наши заводы будут производить качественные сыры под другим наименованиям, то это будет очень хорошо и правильно. А вот использовать раскрученные, защищенные законом наименования, это совершенно неверное решение. Я как-то столкнулся в магазине, ну, не будем называть нас тут ни рекламу, нельзя, с моцареллой производство то ли Котельнич, то ли Котельничский район. Ну, это такой кусок сыра, который не соответствовал ни внешнему виду, ни твердости, которой он должен быть. Больше всего меня удивила цена. То, что цена на этот сыр была приверена почти в два раза больше, чем сыр, который мы раньше получали из Италии, ну, или, по крайней мере, производимый через Белоруссию из Италии. Он стоил в два раза дороже. Мне просто интересно, не будет ли такой же истории с пармезаном, что нам... Ну, у нас же сейчас продается... Это и дорого будут продавать, неизвестно что. Нет, у нас сейчас продается пармезан из Аргентины, там, из Чиви, из Белоруссии. Конечно, это будет другой сыр. Он не соответствует ни органолептике, ни каким параметрам. А это другой сыр. Не надо путать. Ну, это твердый сыр, производство, Чепецкое, дайте ему какое-то красивое название, не Дымка, я надеюсь. Ну, может, Дымка. Лишь бы он был вкусный и хороший, но писать, что это пармезан, это нарушение закона. Да, другое вещи, которые уже предлагают дать какое-то другое название, но только не дороги на круглом столе, который прошел в начале апреля по инициативе как раз общественной палаты, обсуждался ремонт дорог в этом году. Общественники поддержали резолюцию народного схода, который, если не путаю, 3 апреля, по-моему, был, ограничить ямочный ремонт в пользу текущего и капитального. Мне интересно, вот при существующих объемах финансирования, то есть если денег больше не будет, насколько логично отказываться от ямочного ремонта в пользу капитального? Ведь капитальный требует гораздо больше денег. Ну да, это несопоставимые вещи, просто мы тогда можем вообще остаться без того, что мы называем дорогами. То есть у нас будет километр хорошей дороги, а все остальное... Я вижу проблему в другом, на самом деле, что практически отсутствует контроль за выполнением качества работы. Мы можем вваливать еще миллионы и миллиарды, но при существующем качестве контроля мы получим тот же самый результат моего понимания. Мы прекрасно знаем, что на ямочный ремонт существует сейчас гарантийный срок, который исчисляется одним годом. А кто-то может ответить за то, что уже сделано, и эти гарантии подтвердить. Существует ли контроль во время исполнения работы? Практически его нет. Вот возьмем такой пример. У нас была большая проблема с сосульками в городе Кирове позапрошлом году. К сожалению, были и смертные случаи, и другие неприятные вещи. На следующий год администрация города Кирова озаботилась этой проблемой. И это было достаточно заметно. Хотя вот, на секундочку, просто до этого управляющие компании, я добавлю, говорили, что им не хватает всего. Начинают оборудование и заканчивание деньгами. Я могу привести и другие примеры по уборке снега, я этим занимался, будучи депутатом. Давайте закончим с сосульками. Я про сосульки говорю. Что контроль все изменил. Контроль все изменил. Средств никто не добавлял. Контроль был систематический, с фотофиксированием, с наказаниями. Спрашивали, реально спрашивали. Но те, которые устраняли свои огрехи в сроки, оговоренные с администрацией, не наказывались, между прочим. Им давалось время. Но контроль был тотальный, с фотофиксацией, с отчетами, там, еженедельными, ежемесячными. И мы увидели результат. Те же люди, на том же самом месте. Но их контролировали, выполняли все функции, которые положено выполнять. Значит, беда в контроле. Еще раз в контроле. Не только финансирование. Ну, мне кажется, вы забыли, что за крыши-то, на крышах столько не оборачивается денег, сколько на дорогах. Ну, конечно. Если где больше денег, тем там должно быть меньше контроля. Там его по факту получается. Давайте я еще приведу пример по очистке. Я не буду брать этот год. Я хорошо помню, когда я был депутатом, была такая же проблема. Весь город был снегом. Но был один район, в котором все было чисто. Это Новоятский район. Когда я стал, у них все ссылались, где-то средств, где-то того, ну, как обычно ссылаются. В результате было, ну, и выяснено, что во все районы, согласно бюджету, поступили деньги. В тех объемах, в которых было прописано. Только в одном районе Новоятском все чистилось и сверкало. А в других районах, в связи с отсутствием контроля администрации, это не делалось. Понятно, куда уходили деньги. Ну, то есть, грубо говоря, даже тех средств, которые выделяются, при должном контроле должно хватать на то, чтобы более-менее все нормально выглядело. Я не могу сказать, что по дорогам точно так же будет, потому что мы их уже довели до ручек. Но если контролировать, как использование средств, которые тратятся на ремонт дорог, на содержание дорог, вот такой фактор, вот в этом году он был очень заметен. Недостаточно убирали снег. У нас были потайки большие, да? И мы видели, что та вода, которая стекает с неубранного снега с обочин, у нас очень много снега было на обочинах, просто отстреблено и невывезено. За тротуаром лежало очень много снега. Таял снег, вода шла на поверхность дорожного покрытия, так как дорожное покрытие у нас слабенькое, мы знаем, его рвало. И так это продолжалось в течение нескольких недель. Из-за того, что вовремя не был убран снег. Ну и там можно, наверное, специалисты еще... Найдут факторов, которые повлияли на содержание и состояние наших дорог. Да? Дороги безобразные. Я думаю, что даже в 90-е годы, если федеральные дороги были в вот таком же страшном состоянии, то в городе было более-менее получше, чем сегодня. Накануне РБК опубликовал сообщение о том, что проект новой редакции Гражданского кодекса лишит заемщиков права на досрочное погашение ипотеки без согласия банков. Буквально через несколько часов Госдума опровергла эту информацию. РБК в ответ опубликовали скан с этого документа, с фрагмента поправок. А сегодня, вот уже буквально перед началом эфира, появилась информация о том, что Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, он работает при президенте, рекомендовал доработать поправки в Гражданский кодекс и оставить все же для заемщиков возможность досрочно досить эту ипотеку. Судя по всему, несмотря на то, что там Госдума накануне заявляла, поправки все же такие были и Совет их нашел. Вот эта тенденция, она вообще к чему может привести, если... Ну, будем говорить, что там поправку до конца-то не исправили, что провести досрочные выплаты ипотеки можно будет только с согласия кредитор. То есть нужно будет договариваться? Конечно, да. И, скорее всего, это нужно будет договариваться не на выгодных для себя условиях? Ну, нет, это, наверное, может просто быть или не быть. По-другому на это рассматриваться не будет. Но надо сказать, что это позволяет заемщикам долгосрочная выплата снижать, ну, как это в мире предъявлено, снижать саму ставку. За счет этого и низкая ставка. Ну, у нас со ставками, мы сами знаем, что кредитов предпринимательских, что потребительских, будем так говорить, и ипотеческих кредитов большая проблема, у нас высокие проценты. И если будет право досрочного погашения, чем, ну, граждане стараются, по крайней мере, планируют, то может, да. Ну, я думаю, что процент тех, которые смогут досрочно погашать, он совсем сейчас невелик, ну, в связи с тем, что материнский капитал разрешили использовать на погашение ипотеческих кредитов, вот это, наверное, главный фактор, который повлиял на эту часть изменений в законодательстве, да. Поэтому практика большинства государств показывает о том, что досрочного погашения ипотеческих кредитов не существует. Они есть, конечно, в отдельных странах, но это не мировая практика. И поэтому, я думаю, что мало шансов, что законопроект о досрочном, ну, поправке о досрочном погашении кредитов пройдет. У меня есть предположение. Да, это ухудшает, как бы, права граждан, с одной стороны, но это позволяет не поднимать ставки на саму ипотеку, тех, которые предоставляют кредиты. Конечно, мы все не любим банки, они у нас враги, это понятно, но, по моему мнению, это не произойдет. Ну, просто такой момент, многие люди, кто, когда планируют брать ипотеку, то есть у них есть такое, ага, как это, я 25 лет буду там платить навсегда в этой кабале. Был какой-то вот этот момент, что если вдруг где-то там подвернется и свалится на какое-то богатство, я смогу это досрочно погасить. Ну да, те люди, которые брали в валюте ипотеку тоже, думали, что это было хорошо, вкусно, а ставка была ниже на тот период, а сейчас видите, во что это превратилось, люди очень поражены сейчас в своих возможностях, и это приводит к тому, что они постоянно там выступают с различными требованиями, чтобы государство их спасало. Ну, просто не просядет ли рынок ипотеки еще больше, если люди будут бояться, что... Я думаю, что... Понятно, что возможно эти опасения, они даже не совсем реальны и финансово не обоснованы. Они бескочены, не обоснованы, да. Я думаю, что это не тот фактор, который повлияет на объем ипотеки. Мы понимаем, что покупательная способность наших граждан усыхает, вот о глазах прямо, что мы уже тратим 50% или более на еду, хотя говорят, что инфляция у нас не дает такого роста на продукты, но мы всех считаем по-разному. Но импортозамещение не привело к снижению цен на продукты, как мы видим, может на отдельные позиции в краткосрочных периодах и снижается. Но в основном... Я не заметил? Я думаю, что если ритейлеры, открывая магазин у этих самых загнивающих капиталистов, примерно отбивают это за 10 лет, то у нас, данных в интернете очень много, за полтора, максимум за два года любой новый магазин сетевой отбивается. Представляете, если бы наценка была не такого уровня, который существует у нас, она состоит от 50 до 150% на самом деле. Поэтому выгодно, если я не ошибаюсь, недавно была информация сетей ленты есть такая, открывая по четыре магазина в день, был такой период вот в первом квартале, четыре магазина в день, если это было бы не рентабельно, то это бы не происходило бы. Вот я, кстати, буквально пару недель назад ехала из Чебоксар на автобусе, и ехала девушка, кто-то из активных менеджеров этой ленты, она как раз рассказывала о том, что в Кировскую область мы пока не планируем заходить, но в соседние регионы... Хотя где-то был бигборд один о том, что лента должна появиться, я видел. Ну, по крайней мере, она там эту информацию не слышала, но соседние регионы они достаточно активно покрывают. И мне просто интересно, то есть вот эти вот наценки, о которых вы говорите, они как-то связаны с тем, что у нас бизнесу сложно существовать в тех условиях, им нужно как-то отбиваться, или это элементарная жадность и желание больше заработать, потому что ты никогда не знаешь, что будет через 2-3 года? Я не могу обозвать это жадностью. Жадность у нас в другом выражается. Вот перестраховаться, накопить, если вдруг через 3 года начнется новый кризис? У нас вообще, у меня такое впечатление, что в стране одни времен еще кризисы живут. Все хотят быстро, сразу и много. Просто вот столько разговоров об этом импортозамещении, а на самом деле, да, по факту, что мы... Оно происходит, но мы видим, как это... Нет, возможно, яблоки польски-российскими и заменились, но они стоят-то сколько? Ну, они не заменились, они у нас идут из Сербии, с Польши, через Сербию или как-то по-другому, да. Потому что мы же не готовы выращивать в таких объемах. Нереально. Перейдем тогда к теме, которая касается непосредственно вас, меня, нас и всех. Давайте перейдем. Роспотребнадзор подготовил проект рекомендаций для СМИ по особенностям освещения информации о случаях самоубийств. В своих рекомендациях ведомство говорит о том, что не стоит выносить на первые полосы слова самоубийца, самоубийство, суицид. Я не знаю, там правда не оговорено, как быть интернет-изданием, или вот, например, в радиоэфире, или на телевидении, как это говорить. Не, ну сейчас же уже есть определенные положения. Да, там о пропаганде самоубийств. Ну да, что форму нельзя показывать. Рекомендация о том, что надо предоставлять информацию о ресурсах социальных, психологической, терапевтической и другой помощи, выдавать телефоны, где оказывать психологическую помощь. Ну вот на ваш взгляд, как вообще СМИ это освещать, и стоит ли освещать вообще такие случаи? Главное, на чем настаивает Роскомнадзор, это не говорить о причинах самоубийства. Вот, я думаю, все эти вот припыхания, которые они делают, главная причина не указывать причину самоубийства. Что может быть причиной? Они разные, конечно, существуют, но это главный фактор в этих новых пожеланиях, которые нам передает Роспотребнадзор, это не указывать причины самоубийства. Не говоря о формах там, и о том остальном. Я вот на это обратил внимание. Мне вот показалось, что судей из их рекомендаций, вот это вот убрать слово самоубийца, совершивший самоубийство, такое чувство, что... Ну да, и нельзя более одного раза в новостях об этом говорить. Наверное, я не имею статистики, наверное, произошел рост, особенно среди детей, школьников, таких вещей. Ну, чем-то вызвана, ну, наверное, экономическая обстановка. Но вы как вообще в редакционной своей политике относитесь к новостям подобного рода? То есть все ли самоубийство освещают, освещают, не освещают? Я думаю, что там, когда есть какие-то особые причины, которые это вызвали, это важно на этом сделать акцент в социальном плане. Просто обычно акценты делаются как раз, когда какая-то причина яркая. Ну да. А так говорить о том, что оно произошло, я не вижу необходимости, чтобы подталкивать психически не равновешных людей к таким действиям. Ну, то есть мы так или иначе несут ответственность? Конечно. А СМИ вообще несет ответственность. Ну да. Привьемся мы на небольшую рекламную паузу и чуть-чуть позже продолжим. Мы продолжаем в эфире «Особое мнение» в студии Дарьи Топузлиева. В гостях у меня член общественной палаты Кировской области, генеральный директор и главный редактор телеканала «Рэнкиров» Юрий Шлеминзон. У нас как раз поступил вопрос от слушателей. Юрий задает. Прошу вас оценить работу городских властей по благоустройству Кирова весной этого года. Считаете ли вы нормальным, что в течение месяца после схода снега на улицах, в том числе и тротуарах, лежит все, что осталось из зимы? Считаете ли вы этот факт свидетельством несоответствия главтер управлений занимаемым ими должностям или согласно с их главным постулатом денег нет, делаем, что можем? И что могли бы сделать городские власти, чтобы не допустить подобной ситуации? Ну, тему отсутствия денег мы с вами уже обсудили. На самом деле это не фактор, который влияет. Надо отметить, что работа ведется. То, что она не была в периоды раньше в жизни города, когда она не велась, сейчас видно, что она ведется. Уже идет очистка центральных улиц, скверов. В прошлом году надо вообще отметить, что неплохо поработали по поводу скверов, которые... Не поздновато у вас начинают прибираться? Я... Вот фактор поздновато, не поздновато. Вот иногда еще и сейчас есть места, где невозможно этим заниматься. Я думаю, что люди достаточно компетентные, понимают, что надо в какое время, где и как убирать, что одномоментно, не везде одинаково высыхает земля. То есть невозможно провести работы в грязи. О том, что наши граждане выбрасывают из окон, что попало, да? Ну, так они сами в этом, извините, где у них живут. Поэтому пускай выходят на субботники. Но обычно убираются те, которые не бросают, понятно, да? Так чаще всего происходит. Но когда идешь в отдельных домах, в определенных окон, или шкалики лежат, или бутылки пластиковые от пива... Ну, я про окурки в этом году как-то, вот я хожу утром, поменьше видел в этом году, как-то окурковые вакцинации. Сегреты денег нет. Да. Ну, я хочу сказать, что и количество пластиковых бутылок от пива резко, вот в том районе, где я систематически утром хожу, резко снизилось. Или исчезли товарищи, и пиво стабили меньше. Не знаю, что произошло. Но количество пластика и стекла уменьшилось. Это я вижу своими глазами. Ну, то есть, главным теруправлением стыдиться пока нечего. Ну, я не знаю, им всегда было что-то стыдиться. Но я думаю, что к праздникам город все же уберут. Ну, вот я единственное, что к субботникам, мы, наверное, будем с вами говорить, да? Я принимаю участие в субботниках, но я считаю, что надо убираться именно на той территории, на которой ты живешь. Ну, свой двор, там, ближайшее место. Ну, у нас в красивые парки прибирают губернатор Владимир Владимирович. Да, ну, это их инициатива. Там есть кому убрать. Да, это... Нет, я вот прекрасно другое хотел сказать. Во-первых, будем говорить, что у нас все зоны города распределены между хозяйствующими субъектами, которые за состояние их получают... Что? Денежки. Денежки. Вот они должны убираться. А вот в своем собственном дворе, вокруг собственного дома, ну, я имею в виду, много квартир, конечно. По собственному, это понятно. Могут выйти граждане, если их не устраивает работа дворника, которого они не мают. А сейчас мы сами же не маем, да? Практически через управляющих компаний. Они убираются, дополнительно там высаживают новую рассаду, благоустраивают клумбы. А вот то, что все чехом должны, как раньше, по разнарядке предприятия убирать, другие... Нет, не нравится. Если люди заявляют желание прийти убрать сквер, это очень хорошо. Я тоже выходил на такие субботники. Но вот когда появляются разнарядки по уборке территорий, вот я не за это, честно хочу сказать. Ну, возможно, это как-то там стимулирует других людей. То есть вот ты идешь по улице, смотришь, ого, целый завод или целая администрация прибирается, пойду-ка приберусь тоже. Не, не знаю. Мне очень ценно, что это кого-то стимулирует. Тот, кто хочет прийти убрать определенный участок общественного места, он и так придет. А вот эти разнарядки, указания... Мы привыкли, это легче делать, наверняка, чем спрашивать. Но опять возвращаюсь к тому, что они спрашивают тех, которые ответственны за эту территорию. Это же опять экономия денег тех компаний, которые получили государственные заказы. Ну, и не делают. Значит, можно не оплачивать сотрудникам работу, ну, и деньги используют. Вон означает. Да, конечно. Еще немного о городских проблемах. На сайте Вместе Киров появился второй адресат. А, не проблема. Давайте, что-то хорошее. Ну, хорошо, давайте о проблемах. Возможно, это не такая проблема. То есть, теперь там два адресата. Раньше можно было инициативу оформить в адрес правительства, и правительство рассмотрело бы ее, если бы... С 5000 подписей. 5000 подписей. Теперь появился второй адресат, это, собственно, городские власти, и количество подписей там гораздо меньше, всего 500. Впрочем, эта цифра 500 возникла при содействии Общественной палаты Кировской области. Ага, вот расскажите тогда, потому что она вас заинтересовала. Не мало ли 500? Когда заключалось соглашение о сотрудничестве между Общественной палатой Кировской области и администрацией города Кирова, вот этот вопрос был как раз обсуждался и было принято решение, что вполне достаточно и 500 голосов для изучения проблемы, которая возникает на территории города Кирова. Потому что сейчас многие относятся на какой-то накрутке. Потому что 500 это же Я думаю, что это не фактор. Я думаю, что и те вопросы, которые будут набирать 100 и 200 голосов, администрация достаточно компетентна, она понимает, что раз на это обратило уже 100 человек внимания, то этому вопросу стоит уделить внимание. Может, не всегда есть возможности и не в их компетенции такое тоже бывает. Но то, что эти вопросы будут рассматриваться, у меня сомнения даже нет. А такой момент был, возможно, в курсе, так как еще там ни одна инициатива не набрала такого количества голосов. Не следите. Не совсем понятно, как будет дальше происходить. То есть, если, например, инициатива, предположим, набрала 500 этих голосов, но действительно это не компетенция администрации. То есть, людям ответ вообще в какой форме будут давать? У нас есть для этого радио, телевидение, есть собственные печатные... администрация просто через различные каналы, то есть, ни на этом сайте, ни на Вместе Кир. Может, и на этом сайте, а может... Ну, каналов для того, чтобы передать информацию администрации достаточно много. Я думаю, это уже не проблема, лишь бы было решение этого вопроса. И администрация, чтобы обратила внимание на существующую проблему. депутат Владимир Бакин на племярное заседание в этот четверг выносит, ну, вроде как, пока выносит законопроект, смельчающий антиалкогольные запреты. Он предлагает продавать спиртное с 8 утра. Запрет действовал с 2012 года, если не путаю. Вы поддерживаете вообще такую цель? Ну, тот законопроект 2012 года, его результативность кто-то доказал? Я думаю, что нет. Может, она и есть. Но если верить в Алиса, то ее нет. Я очень в этом сомневаюсь, да. Если раньше было о том, что количество правонарушений в состоянии алкогольного опьянения был какой-то краткий пилот, сокращалось, то сейчас цифры, которые приводило к управлению внутренних дел города Кирова и обостоя, об этом уже не говорят. Мы увидели всплеск потребления суррогатов. По одним источникам рост смертности был, по другим, как обычно, нет. И они травились уже не суррогатами, а просто алкоголем. При том, что вот сегодня Вершинин, замгубернатора, когда он сказал, попросили, есть ли разбивка по отравлениям обычным суррогатам алкоголем, ее нет. Ее специально нет. Я думаю, что ошибочно не делает, он так говорит. Поэтому время продажи алкоголя с 8 или с 10. Для того, что она никакой роли не играет. Если это даст, надеются, что это даст рост продаж, может быть. Ну, по крайней мере, депутаты говорят, что вот едут утром дачники на дачу. И не могут купить. И не могут. А с вечера нельзя это купить. Возможно, поездка на дачу была запланирована на дачу. То, что круглосуточную продажу алкоголя делать не надо. Я вот сторонник. И практически нет стран, где есть круглосуточная продажа алкоголя. Не существует. Но я вот единственный минус, который вижу, он сразу не с алкоголем, а с тем, что у нас пропали круглосуточные продуктовые магазины теперь. Перестали продавать алкоголь. Нет, это алкоголь это раз. Я думаю, что и потребление упало, и нерентабельно оплачивать работу сотрудников в ночное время, когда нет потребления. А потребление, мы сами понимаем, что оно упало. Ну, надеемся, так оно дальше будет падать, и у нас будет все меньше и меньше смерти от алкоголя. это да, я думаю, что потребление все у нас будет расти. Общее потребление nehme leon. Все же надо о хорошем думать, иначе мы так будем только о плохом говорить. Хорошо, Будем думать о хорошем. Это было особое мнение. В студии работала Дарья Татузлиева. В гостях у меня сегодня была весна началась. Гендиректор и главный редактор телеканала РН Киров Юрий Шлемензон. До завтра. Не до завтра. До встречи. До встречи. До свидания.